школа 100 вольт я проехал на этом колесе два с половиной километра и вот под горячие эмоции сразу записываю обзор у своих друзей магазине цифровая техники аксессуары кстати если что-то надо будет обращайтесь посоветую хорошие ребята разгон этого колеса идет плавный она мощная ты даже порой чувствуешь чем же подвох что он так офигенный классно идет как будто бы что-то ожидаешь сначала едешь осторожно боишься его потом у тебя дует большой ветер ты понимаешь что она себе держит без проблем и даже против ветра сгоняешься ты просто вообще офигеваешь как она тебе тянет ожидал что моно это моноколесо может дать такие прикольные классные эмоции скажу сразу дизайн не понравился но колесо крайне удобное для больших людей таких как я сто двадцать три килограмма вы просто будете офигевать какое оно удобное по крайней мере для меня лично это просто кайф это полет это реальный полет так вот я выложил все свои карты видите я изначально даже не хотел продолжать обзор не хотел даже ездить на нем на этом колесе и хотел уже вот все остановиться на 16x беру 16x себе но колесо которое очень сильно понравилось будем пробовать возможно возьму это что народ начинаем испытание никола 100 вольт 190 сантиметров вес 125 килограмм поправился буду ездить буду снимать буду стараться передать эмоции на этом моно колесе поехали такой звук прикольно едешь но такое по асфальту скажу вам честно такое двоякое впечатление на меня это моно колесо производит потому что по асфальту то есть но как бы такое ощущение что вот тяжелая тяжелое колесо тяжелое но в то же время как бы это парадоксально не звучало кажется что у тебя такая легкость ты летишь на этом колесе оно преодолевает любое там дорожное покрытие без проблем без труда но этот звук такой как танк как на танк несешься но тем не менее ему легко поэтому поэтому и двоякое ощущение но это классно очень приятно очень классно очень здорово смотрите наваливаешь оно держит настоящее в беларуси холодно однако но это не повод для того чтобы оставлять свое моно колесо в шкафу либо прятать еще где-нибудь у того кого есть герметизация не забывайте можно есть эти сырую холодную погоду главное с улицы с мороза на моно колесе либо на электросамокате ни в коем случае сразу не ставьте его на зарядку ему нужно принять полную температуру как минимум для того чтобы аккумулятор служил долго вот так и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но после того, как я проездил нормально на этом моноколесе, протестил его хорошо, я успел полюбить внешний вид, потому что я в том числе и ночью катался, и это было очень здорово. Фотографию, вот, обратите внимание, в ночное время, суток, вообще просто здорово смотрится, вас в любом случае заметят. И давайте начнем с того, что мне не понравилось. Вот так вот, начнем с того, что не понравилось, а потом будем рассказывать, что понравилось. Не понравилось подушки. Я не смог к ним привыкнуть, в отличие от M Super X. У меня остались на ногах синяки. Я проездил на этом моноколесе три дня, в том числе и ночью. У меня появились синяки и ноги болят. Я подразумеваю то, что если бы этих подушек не было, то я, наверное, бы ездил и не знал бы никаких синяков и проблем. Далее, мне не понравилась ручка. То есть, она может быть и хорошая ручка, но мне приходится немножко нагибаться вниз. Ну, либо с какой стороны, в зависимости я иду, в ту сторону я и нагибаюсь. Я не хочу привыкать нагибаться к колесу. То есть, у меня должен быть комфорт, когда колесо веду с собой рядом. Ну, может быть, это несущественный минус, но меня это зацепило. Мне это не понравилось. Еще хотел бы сказать про педальки, что они на магнитах. То есть, они здесь прилипают. Они достаточно удобные и широкие. Ноги на них также не устают на дальнее расстояние, если вы ездите. У меня была проблема такая, что у меня на многих моноколесах уставали ноги ездить на дальнее расстояние. Это очень важный аспект для любого моноколеса. Если вы колесо используете как непосредственно транспорт, вам обязательно должно быть комфортно ехать. Эти педали дают 100% комфорта, поэтому в этом можете быть уверены, что они замечательные. В пользу еще этого моноколеса здесь, наверное, на сегодняшний день установлена самая лучшая акустическая система, которую я слышал. Басов там особых нет, но колесо настолько громкое, что я вот ребятам давал прокатиться. Они отъезжали на меня достаточно большое расстояние, и то я слышал при шуме, в городском шуме, я слышал, где человек катается, в какой стороне, потому что колонки нереально громкие и качественные. По крайней мере, на тех мелодиях, которых я прослушивал, нет хрипов. Ну, брызговичка нет, конечно. Тоже минус. Кстати, носить колесо удобно. Снизу пластина, которую нажимаешь на нее, и колесо блокируется. Здесь такая выемка находится, вот под ручкой. Когда вы засовываете руку с левой или с правой стороны, она с двух сторон, вы ее берете, и оно у вас не соскочит. А здесь по всему периметру сверху пластина. Пластина, она нажимается, в любом случае, когда вы поднимаете колесо, вы пальцами задеваете ее, и оно поднимается, колесо блокируется. Здесь видно два провода еще, которые подходят сюда. Не бойтесь, они изолированы, током вас не убьет. Но, тем не менее, момент неприятный. Я за все время катания на разных моноколесах не встречал никогда такого запаса хода. Это не может не радовать любого райдера, потому что человек, который использует моноколесо как транспорт, а не как игрушку, он в любом случае будет доволен такой автономности. Именно 100-вольтовая Никола дает такие ощущения, которые ты испытываешь на большой скорости, не боясь продава, не боясь, что с ним что-то случится. Вы защищены там максимально. Готвей уже сделала, обеспечила эту безопасность, но вообще уже так, чтобы человек не продавил его и ничего с ним не случилось. Потому что есть там некоторые вопросы по 84-вольтовым Николам. Здесь никаких проблем нет. Здесь мощность, здесь скорость и здесь надежность. Поэтому, если будете выбирать между 84 и 100 вольт, однозначно 100 вольт, потому что батарея большая, мощность хорошая. Понравилась проходимость. Горки на этом моноколесе. Когда проезжаешь, испытываешь непередаваемые ощущения. Просто, может быть, я можно сравнить с каким-то аттракционом. Реальный аттракцион, вот тебя оно затягивает без каких-либо усилий, ты не напрягаешься. Ты надавил его немножко, оно поехало. Не слышно даже никаких там нагрузок такого вот. То есть ты надавил, оно тебя на лифте подняло, развернулся и спустился. С любой горочки, даже пандусы. Да, с пандуса тоже съезжал в вечернее время суток, но не снимал это, потому что, ну, как бы, одной рукой придерживался за ручку. Мало ли что. Но это единственное колесо, которое подняло меня на пандусы. 125 килограмм поднять на пандусы на выходе из метро. Я считаю, что это очень хорошее достижение для вот этого вот устройства. Мне нравится 16х, но мне хотелось попробовать еще Николу. После того, как я проехал на нем 2,5 километра. Оно мне очень сильно понравилось. Я расскажу вам по своим ощущениям, что это моноколесо нужно все-таки для тех людей, которые любят скорость, большую скорость. И тому, кому нужен большой, достаточно большой запас хода на одной зарядке. Вот это вот колесо незаменимо для этих людей. Я тихоход, я, ну, сильно, экстремально не разгоняюсь, тем более со своим весом, для меня это опасно. И, наверное, в пользу 16х скажу еще, что 16х дешевле, Никола дороже. И вот по тем деньгам я не готов сейчас заплатить такие деньги за Николу 100-вольтовую. Поэтому я останавливаюсь на 16х. Мой обзор на 16х будет вот буквально на днях. У нас снег выпал, я продолжаю его снимать. Я расскажу вам, почему все-таки я решил выбрать 16х, а не какое-то другое моноколесо с тем, которым я сравнивал. И спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал. Может быть, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть, что бы я рассказал на своем канале про моноколеса, либо про элитные самокаты. Я прислушаюсь к каждому мнению, к каждому отвечу. И всем хорошего настроения. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.